В нашем регионе специалистов с традиционными газовыми специальностями их хватает. Их хорошего уровня специалистов. А вот, допустим, эколог хороший в Надыме – это товар штучный. Хорошего геокреолога, еще и с специализацией в строительстве, его тоже найти в Надыме очень сложно. У нас сложилась давнишняя практика. Мы приглашаем на практику студентов, в первую очередь студентов Надымчан, которые по этим направлениям учатся в ведущих вузах страны. И очень часто по окончании они возвращаются к нам работать. В службе геотехнического мониторинга инженерно-технического центра преддипломную практику проходят студенты Тюменского нефтегазового университета. Специализация – проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Знакомство с деятельностью предприятия надымских газодобытчиков состоялось на промыслах ННГДУ. Смотрели все производство изнутри, как что где устроено, что делать в случае запуска некоторых механизмов на самом предприятии. Непосредственно как работают люди на пульте и как работают люди, которые подходят к самым агрегатам, осматривают. Нынешняя практика в филиалах «Газпромдобыча надым» у молодых людей уже третья. На этот раз они выполняют работу по своей специализации. Я занимаюсь подготовкой моего дипломного проекта по тематике службы именно со специалистами. Кроме этого, различная работа по направлению службы, связанная с центром состояния газовых объектов. В данной ситуации решаю проблему инженерного проектирования. То есть дана такая вот проблема. У нее, естественно, на Баваненганском, на ГП-3, то есть на 26-м кусте. И получается, решаю проблему, что мне делать, что выгоднее. Честно говоря, я рассчитывал на работу в инфигазоотрасле. И вот получилось попасть сюда. И мне здесь понравилось. Я рассчитываю, если получится попасть сюда на работу после окончания института защиты дипломного проекта, если повезет. Служба геотехнического мониторинга по определению ее руководителя Антона Ветченко – сплав опыта и молодого задора. В ЭТЦ их деятельность курирует заместитель директора по инжинирингу Алексей Осокин, сам начинавший в этой службе. Задачи решают сложные на стыке нескольких фундаментальных областей знаний – инженерной геологии, фундаметостроения, промышленного и гражданского строительства, геокреологии, гидрогеологии, инженерной геодезии, строительной механики. Поле деятельности – все пять месторождений, которые находятся в ведении «Газпромдобыча на дым» в Надымпортазовском регионе и на Ямале. Необходимо проводить инструментальный контроль сооружений на промыслах, выполнять прогнозные расчеты по итогам анализа собранных данных, разрабатывать принципиальные решения для локализации проблемы, восстановления работоспособности и надежности объектов. Направление развивается динамично, но больше всего, пожалуй, за 20 лет работы ИТЦ поменялась система работы у экологов. В рамках одного подразделения мы объединили функции и по экологическому нормированию, и одновременно силами этого же подразделения осуществляется экологический контроль, экологический мониторинг. Снижать воздействие на окружающую среду промышленного освоения территорий – это государственная политика. Нормативы постоянно ужесточаются. С другой стороны, постоянно совершенствуются технологии. Так на Ямале реализуют проект по захоронению отходов бурения в подземных безоболочных резервуарах, то есть камерах объемом в 2-3 тысячи кубометров в многолетнемерзлых породах. Устойчивость этого резервуара просчитывалась многократно и проходил этот проект экспертизу. В том числе при тепловом обосновании устойчивости резервуаров в мерзлоте рассчитывался тренд потепления климата. И эти подземные камеры сохранят устойчивость механическую даже в условиях повышения среднегодовых температур пород. Строительная практика подтверждает, что это лучшее на данный момент решение по утилизации отходов бурения. Елена Береснева, Олег Зубко, телевидение «Общество Газпромдобыча на дым».